Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Пока мы помним их, они бессмертны. Ваш фестиваль – это частичка памяти о фронтовиках. Школьный фестиваль военно-патриотической песни. Для нас это очень почетно. Когда ребята узнали, что мы идем убирать данную территорию, то есть на звезду, то были очень рады. Студенческий десант на Кургане Славы. Через 80 лет здесь будет уже нормальный лес, какой мы привыкли видеть везде. Вырубил дерево – посади другое. Важнее всего мои друзья и невосходных головой, мои знакомые, семья и то, что жили на свободе. Концерт воспитанников музыкальной школы Десногорска. А теперь об этих и других событиях подробнее. Смоленские студенты отправились на летнюю практику в аграрные предприятия региона. В течение трех месяцев старшекурсники будут заняты на полевых работах в 10 районах Смоленщины. За шесть лет с начала возрождения в регионе строя отрядовского движения студенты уже смогли оказать реальную помощь сельскому хозяйству области. В канун Великой Победы молодые сотрудники Управления по конвоированию и следственного изолятора номер один регионального УФСИН России приняли присягу на верность Родине. 20 человек поклялись достойно выполнять свои служебные обязанности, неукоснительно следуя букве закона. Официальная церемония завершилась возложением цветов к вечному огню. А в 4-й школе Десногорска накануне прошел фестиваль военно-патриотической песни «Во славу Отечества». Все подробности прямо сейчас. В фестивале, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие дети со 2-го по 9-й классы. Они представили как сольные, так и коллективные номера. Юные артисты готовились основательно, к выбору песен подошли серьезно и хорошо выступили. Фестиваль нужен для того, чтобы наши молодежь, наши дети не забывали о том, что было в нашей стране, не забывали нашу историю. И чтобы они стремились к тому, чтобы помнить об этом. На фестиваль пригласили почетных гостей, уважаемых ветеранов войны и труда. Организовала и провела фестиваль Елена Парамонова, педагог-организатор 4-й школы, которая и сама исполнила песню в подарок празднику. Этот песенный фестиваль напоминает нам нашу юность. Эти песни, исполненные детьми, напоминают наше тяжелое и трудное детство. Но мы в свое время, так же, как и теперешние школьники, любили Родину, старались через песни и стихи благодарить ее за то, что мы живем в нашей стране, в Великой России. Все участники фестиваля стали его лауреатами и удостоились почетных грамот. В заключении сделали общее фото на память с хэштегом «Это наша победа». На Смоленщину не пропустили тонну подозрительной говядины из Белоруссии. Инспекторы Россельхознадзора выяснили, что на груз отсутствовали сопроводительные документы. Мясо перевозилось с нарушением температурного режима, а оттиски на мясе были нечитаемы. Груз возвращен отправителю. Смоляне смогут застраховаться от последствий укусов клещей. В последнее время в регионе пострадали 130 человек, среди которых 42 ребенка. Вот страховщики и отреагировали на активность клещей. Сумма страховки – это сумма денежных средств, которую потратит пострадавший на лечение. Но предварительно необходимо удостовериться, что страховая компания заключила договор с медучреждением, в котором пациент будет проходить курс лечения. Из-за дождливой погоды во время общегородского субботника подросткам не удалось поучаствовать в уборке города. В нашем сюжете мы расскажем, как они восполнили этот пробел. 3 мая студенты Десногорского энергетического колледжа вышли на субботник. Им достался один из самых почетных участков в нашем городе. В преддверии Дня Победы они наводили порядок на мемориале Курган Славы. Мы ежегодно активно участвуем в этих мероприятиях. Рада помочь все студенты, как вы видите, с энтузиазмом. Помогают, убирают территорию. Все рады принять участие в субботнике, в преддверии праздника 9 мая. Студенты испытывали особенную гордость за право трудиться на местах захоронения воинов. Мы решили прийти на звезду, чтобы убраться, так сказать, поддержать чистоту, чтобы почтили память умерших героев. Такие акции имеют ценный опыт воспитания патриотического отношения молодежи к родине. Вторая школа Десногорска в седьмой раз стала победителем областного конкурса «Волонтерское движение в современном гражданском обществе». А в этом году ребята завоевали еще и приз зрительских симпатий. Командой руководила Наталья Соломыкина. В конкурсе приняли участие ребята из детской студии телевидения «Искра» под руководством Елены Петровой. Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области приняли участие в экологической акции «Всероссийский день посадки леса». В Вележском районе на площади 5 гектаров высажено свыше 17 тысяч сеянцев сосны обыкновенной. Данная акция, организованная по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства, проходит уже на протяжении 6 лет в апреле-майе. И в Десногорске молоденькие саженцы елочек нашли свою опушку. А где именно, мы расскажем в нашем сюжете. Всегда печально смотреть на площади вырубленных сосен и елей, но не всегда это промышленные вырубки леса. Здесь проводилась выборочная санитарная рубка ввиду того, что деревья были повреждены короедным типографом и ветровалом. Сейчас мы проводим посадку молодых елей. Десногорское городское лесничество – настоящие доктора леса. Они ежегодно следят за здоровьем леса, который окружает Десногорск. Находят пораженные участки, производят очистку от больных деревьев и следом же сажают молоденькие елочки. Под каждый ряд деревьев нарезается межа и потом в каждую лунку бережно вручную высаживаются тоненькие ростки будущих могучих елей. Через 80 лет здесь будет уже нормальный лес, какой мы привыкли видеть везде. Это задел на будущее. Лесники уже сейчас думают о том, чтобы вокруг Десногорска всегда шумел здоровый лес. Студенты и преподаватели Смоленского филиала Энергоинститута в преддверии праздника Великой Победы создали большой стенд Бессмертного полка. На кафедре электроники и микропроцессорной техники решили увековечить память своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, объединив их портреты в одну экспозицию. Под каждой из 56 фотографий они разместили краткую историю боевого пути своих фронтовиков и тружеников тыла. Вечером 3 мая по центральной площади Смоленска парадным строем прошли более полутора тысяч смолян и 20 единиц военной техники. Здесь прошла репетиция праздничного парада, посвященного Дню Победы. В ней приняли участие военнослужащие, курсанты, представители силовых структур, кадеты и впервые юноармейцы. Из них отобрано 57 человек. В преддверии празднования Дня Великой Победы в Десногорской музыкальной школе имени Глинке состоялся концерт «Мир без войны». Подробнее о нём в нашем сюжете. В концерте приняли участие вокальный ансамбль «Флоринка» под руководством Ирины Прудниковой. Концертмейстер Ксения Захарина и детский хор музыкальной школы. Большое спасибо детям и родителям, которые упорно ходили на репетиции. И та песня, которая прозвучала гимн качаловцам, это песня русловского композитора, который попросил нас её исполнить и записать видеоролик, который мы уже сделали. Поэтому дети очень старались. Надеюсь, что всё получилось и всем всё понравилось. Дети и педагоги посвятили концерт 72-й годовщине Великой Победы и тем людям, которые отдали свои жизни для того, чтобы весь мир жил под чистым мирным небом. Литературно-музыкальная композиция единого развития от начала и до конца состояла из произведений военных поэтов и композиторов. Быть включённым в такой проект замечательно организованный и творческий – это счастье. Как бы это ни было сложно и в плане нервов и накладно, но это замечательно. Организаторы сердечно благодарят всех зрителей, которые пришли на концерт в музыкальную школу Десногорска за их аплодисменты. Первый зубрёнок, родившийся в Смоленском Паозерье, отметит свой первый день рождения. 12 мая зубрёнку исполнится год. Однако поздравить «Смолку» предлагают чуть позже, во время проведения благотворительного забега «Бежим за зубров», который состоится 3 июня на территории Нацпарка. Эти трёхэтажные здания, лишённые окон, не что иное, как информационный «Форт Нокс», который совсем скоро сможет разместить в своих хранилищах миллионы терабайтов информации, порой не менее ценной, чем золотые слитки. В Тверской области по заказу концерна «Росэнергоатом» завершается строительство крупнейшего в России и Европе центра обработки и хранения данных. Уже возведено административное здание, контрольно-пропускной пункт, часть аппаратных залов. Заканчиваем прокладку наружных инженерных сетей, заканчиваем работы по отделке помещения административного здания. В ближайшее время приступим к выполнению пусконаладочных работ. Новый дата-центр гарантирует безопасность и целостность данных, хранящихся в нём. По международной классификации он соответствует уровню надёжности ТИР-3. Это значит, что при плановых ремонтных работах и внештатных аварийных ситуациях он будет полностью сохранять свою работоспособность. Но главная его особенность – это мощный и надёжный источник энергоснабжения – Калининская атомная станция, к которой ЦОД будет подключён напрямую. По сути, госкорпорация «Росатом» выводит на рынок услуг по хранению и обработке данных новый продукт, обладающий двумя несомненными конкурентными преимуществами. Во-первых, дата-центр, расположенный рядом с АЭС, с точки зрения физической и информационной безопасности, будет защищён как атомный объект. А во-вторых, будет иметь независимый источник энергии, построенный на самом надёжном в мире ядерном реакторе серии ВВР. Центра обработки и хранения данных такого класса и уровня в России ещё нет. Наш ЦОД станет первым таким пробным проектом. И если он окажется удачным, то, в принципе, «Росатом» может предлагать такую услугу, строя эти ЦОДы практически при каждой атомной станции. К тому времени, надеюсь, это опыт, который мы здесь накопим и будем передавать на других площадках. Сегодня строительство Центра обработки данных ведётся в круглосуточном режиме. Одновременно на монтажных, отделочных и пусконаладочных работах задействовано более 500 человек. Ввод в эксплуатацию первой очереди объекта намечен на конец июня этого года. И это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Десна, Дефис ТВ, точка Ру. Сердечно поздравляю всех с праздником Великой Победы. Будьте счастливы и здоровы. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин